Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас настоящий винтаж, переиздание знаменитой модели 1967 года, Sartina C036407-1105000. Вот так модель выглядит вблизи, красиво. Корпус круглый, стальной, из нержавейки, и посмотрите, он на самом деле не такой толстый. Сам по себе корпус достаточно тонкий, сатинированный, плавные длинные ушки, немного скошенные вниз, с правой стороны заводная головка с логотипом Sartina, и выше безель. Вот безель по высоте почти как сам корпус, безель с ребристыми выступами, и здесь как раз уже начинается преемственность с той самой моделью, безель 60-кликовый, а не 120, как мы привыкли на дайверских часах. Посмотрите, как это происходит. Таким образом, поминутные риски на вставке из алюминия, черная вставка, точка со светонакопителем в районе 12, безель, конечно, однонаправленный. Люфта у безеля нет, и здесь выше выпуклое хизолитовое стекло, оно со специальным покрытием, устойчивым к появлению царапин и с антибликовым покрытием, но тем не менее, с ним будьте аккуратны, все-таки царапину оно может собирать, поэтому оградите его от случайных боковых ударов или воздействий. Но под стеклом черный циферблат с крестом, красным крестом, который также перешел от той самой легендарной модели, и сам циферблат залегает неглубоко, поминутные риски, индексы, рамка в районе трех часов, белый диск, черная дата, отлично читается на фоне черного циферблата, и две стрелки, часовая в виде гладиаторского мяча, толстенная, остроконечная, со светонакопителем, минутная выполнена в более классической форме, прямой, также со светонакопителем, и красная секундная с треугольником, и тоже светонакопитель. Надписи DSPH200M, DS это вы, наверное, уже знаете, противоударная и антивибрационная защита, которая свойственна часам Sartina, а вот надпись PH мы встречаем впервые, она означает Pressure Hydroesthetic, это обозначение водонепроницаемости, часы, конечно же, дайверские, и когда, собственно, создавалась модель в 60-х годах, уже тогда Sartina участвовала в различных испытаниях, испытаниях дайверов, испытаниях военных, и тем самым модель стала результатом этих испытаний, исследований, собственно, часы сразу же стали дайверскими, сразу же стали с безелем необходимым для дайверов и соответствующей защитой. А вот механизм уже используется новый, Powermatic 80, который мы встречали не раз, 80 часов запаса хода, что позволяет часы выходные, например, положить на пол, и в понедельник они еще будут ходить, прекрасный показатель, два вида подзавода, авто и ручной, то есть часы подзаводятся от движения и при помощи головки, головка, конечно, завинчивающаяся, как и полагается для дайверских часов, раскручиваем и подзаводим. Далее у него два положения, настройка даты и настройка времени, стоп-секунда, стрелки достаточно быстро реагируют на движение головки, для начала выставляем время, длина стрелок, я думаю, оптимальная, часовая даже, наверное, немного, да, ровно в 12 перелистывается дата, сейчас у нас ночь, часовая даже, наверное, немного длинная, но на это и делается акцент, потому что именно в винтажной модели, как раз таки, часовая тоже была точно такой же формы, точно такой же, поэтому это опять же таки, преемственность и сохранение традиций, но после того, как вы понимаете, где день, где ночь, вставляете время и возвращаетесь в первое положение, вставляете дату по часовой стрелке. Не забывайте закрутить головку после настройки и завода, несмотря на то, что уровень водонепроницаемости 200 метров, это у нас, кстати, указано на задней крышке, посмотрите, тут фирменная черепаха Sartina DS и очень интересная обработка вот здесь, эта поверхность чем-то напоминает панцирь черепахи, как раз таки матовая, красивая, а по внешней полированной части информация вот о водонепроницаемости и о модели, и о материале корпуса и серийный номер. А вот так супер-люминого ведет себя в темноте, красивый бирюзовый цвет, прекрасная подсветка, все хорошо видно, точка на безеле и стрелки с индексами. А вот так модель выглядит на запястье, дополнительные фотографии, как всегда, загружу в свой инстаграм, неплохо, неплохо смотрится, 52 миллиметра высота по краям ушек, диаметр 42,8, конечно, в оригинальной модели 60-х годов диаметр был поменьше и толщина здесь 12,6, 12,6, но это мы понимаем, что за счет высокого безеля и за счет выпуклого стекла. Браслет здесь отдельных, отдельных слов заслуживает, 20 миллиметров его ширина, миланское плетение, но смотрим, очень толстый браслет, качественный и также интересная застежка, бабочка полированная, с надписью «Сэр Тина» фирменной. Мы-то привыкли, что браслет с миланским плетением обычно с бегунком, который ходит туда-сюда, здесь же застежка-бабочка, кнопочки и также лишние звенья здесь можно убрать таким образом, просто звенья удаляем, как на обычном браслете, комбинация, конечно, интересная, такое я больше нигде не встречал. Застежка у нас литая, добротная, а общий вес часов при этом 147 граммов. Классная универсальная модель, я думаю, сочетаться будет как с каждодневной одеждой, так и с более деловой, например, с моей черной кофтой, тоже прекрасное сочетание, плюс за счет такой универсальности, за счет дайверских характеристик и надежности корпуса, эту модель можно использовать и во время активного отдыха. Мало того, здесь еще и идет в комплекте дополнительно текстильный ремешок, пряжка «Сэр Тина» на запястье от 14 до 22 сантиметров, кожаная прокладка в районе дырочек, чтобы они не разнашивались и дополнительно еще две запасные втулки идут в комплекте, то есть все это позволяет использовать данную модель в различных жизненных ситуациях. Возможно, не все знали о модели «Сэр Тина», то есть самая из 60-х, может кто-то вообще в первый раз видит, но в любом случае данный экземпляр понравится любителям винтажных часов, любителям аксессуаров, которые могли бы окунуть их в историю, это, безусловно, как раз-таки тот вариант. Дизайн действительно удался, мало того, что преемственность традиций, так еще и современные есть элементы, например, механизм Powermatic 80, например, светонакопитель супер-люминого, то есть это действительно сочетание истории и инноваций. Помимо этого, стоит отметить также и характеристики сортиновские, защита от вибраций, от ударов, все то, что делают эти часы популярными и надежными. Что касается недостатков, то тут явных нет, но, конечно, стекло хизолитовое, оно не минеральное, не сапфировое и, к сожалению, может со временем собирать царапины, поэтому с ним будьте аккуратны. Цена же этой Sartina 64650 рублей. Данная модель предоставлена нам официальным магазином по марке Sartina, AviatorTime.ru, ссылку на него я оставлю в описании к этому ролику. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте его в комментариях под видео, также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и, конечно, поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все, всем пока!